Десятки спасателей сегодня утром прибыли к зданию правительства Омской области. Денис Ионас и Александр Филиппов с места события. Целая вереница пожарно-спасательных автомобилей. Первое, что мы увидели, подъехав к зданию правительства Омской области. Но сразу успокоен, никакого происшествия здесь не произошло. Все эти автомобили – часть экспозиции. Сегодня в правительстве Омской области проходит большое совещание. Тема дня – подведение итогов года системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это выставка – доказательство возможностей неоснащенности омских спасателей. В уходящем году этот квадрокоптер стал незаменимым техническим средством. Его использовали для съемки с высоты затопленных в половодье районов области. Небольшие размеры и простое управление позволяют подниматься на несколько десятков метров и снимать изображение даже в труднодоступных местах. Рядом с современным заводским устройством – разработка студентов Омского технического университета. Иван поправляет внутренности беспилотного летательного аппарата. Его техническую оснащенность важно показать собравшимся, ведь для студентов это практическая работа, а для сотрудников МЧС – показательный образец, что называется «И в Омске могут». Его можно назвать профессиональным устройством? Да, конечно. Он применяется в профессиональной деятельности. А если сравнить со стоимостью профессионального фантома, например? Нет, ну это, конечно, будет дешевле, но и тут, скажем так, разработка менее продуманная с точки зрения компоновки и других вещей. Принцип работы этого квадрокоптера идентичен тому, что уже используют в МЧС. Но шансов на то, что спасатели приобретут беспилотник местного производства, мало. Во-первых, все госструктуры работают через госзакупки. Во-вторых, себестоимость Омского устройства от 50 до 100 тысяч рублей. За эту сумму можно позволить приобрести коптер проверенного производителя. Все эти устройства понадобятся уже при ликвидации чрезвычайного происшествия. А для предупреждения нужны знания. Они на этом столе. Всероссийское добровольно-пожарное общество распространяет памятки, обучающие инструкции и даже таблички, которые помогут найти пути для эвакуации. И для таких материалов важно, чтобы в них не было ошибок. Здесь в наших продукциях обобщен опыт и знания, и специальные навыки, как сотрудников МЧС, как людей, которые много лет занимаются именно профилактикой пожарной безопасности. Профилактика и предупреждение. Эти слова не раз произнес в докладе начальник Омского управления МЧС. Предупрежден, значит вооружен. В контексте борьбы за жизнь тезис отнюдь не банальный. Каждый может посчитать, сколько стоят вопросы предупреждения и сколько стоят вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации. Возьмем пожар, да? Или же выполнять требования пожарной безопасности, своевременно менять проводку, своевременно топительные приборы обслуживать. То, соответственно, при пожаре человек теряет все. И вот именно на вопросы предупредительного характера были направлены в этом году работа в основном всех органов. Приоритеты в профилактике будут столь же высоки и в следующем году. Занятия со школьниками, рейды по частному сектору и на дорогах города уже дают свои плоды. Но ответственность за свою безопасность переложить на плечи спасателей не получится. Денис Ионос, Александр Филиппов, Антена 7.